Друзья, компания Leuctros входит в топ-10 по производству роботов-пылесосов. Мы уже от этого бренда протестировали несколько разных моделей, и вот в 2021 компания представила еще одну новинку, которая называется ZK01. Данный робот в первую очередь отличается тем от других моделей, что здесь самый огромный контейнер для воды. Также, конечно же, присутствует лазерная навигация, управление со смартфона и прочие фишки, которые уже как минимум должны быть в роботах-пылесосах 2021 года. Сейчас все проверим, посмотрим, как преодолевает препятствия, как заезжает на рампу и как убирается. А также, если вас заинтересует данный робот-пылесос, вы можете его приобрести дешевле, чем на Алиэкспресс со скидкой в нашем инстаграм. Билл Стору Я по ссылочкам в описании после обзора. Привет, друзья! LikeTroaks ZK01. Краткий обзор. Первый, ребят, это комплект. Сейчас практически все производители экономят и запасных деталей не добавляют. LikeTroaks уже укомплектован неплохо из завода. В запасе предусмотрен HEPA-фильтр, две боковые щетки и тряпка для влажной уборки. Базовая инструкция на английском языке, но можно скачать QR-код из нее и прочесть на русском. Адаптер с европейской вилкой, зарядная станция, контейнер для влажной уборки, сухой уборки, площадка с тряпкой. Под крышкой еще есть щетка для очистки намотанных волос. Пылесос красивый, конечно. Здесь пластик глянцевый, но он очень плотный. Точнее, слой здесь толстый, и это хорошо. Лидар здесь расположен в задней части робота. Это, конечно, как-то странно. Также, даже стоя на базе, надпись бренда перевернута получается. Но за счет этого робот может заезжать под тумбы, кровати и диваны, не цепляясь им хотя бы на какое-то расстояние. Отсек для грязи расположен в верхней части под крышкой. Это удобно. Вместо него уже можно устанавливать контейнер для воды. И это самый большой контейнер на 450 мл с присутствием регулируемой подачи воды. За счет такой конструкции и большой тряпки влажная уборка получается лучше и обильнее, чем даже у Xiaomi Roborock S6 Max. С нижней части расположены две щетки. Центральная турбо-щетка съемная. Еще фишка. От щетки можно отказаться заменить ее на другой элемент всасывания. Таким образом, не нужно будет очищать турбо-щетку от волос. Такая насадка устанавливается при условии ровных полового с дома, без ковровых покрытий и при наличии большого количества шерсти и волос. И в таком режиме лучше всегда выбирать максимальную мощность всасывания. Колеса большие позволяют проезжать пороги и препятствия до двух сантиметров, по заявлению производителя. Ну что ж, давайте проверим. И как видите, вообще, ребят, красавчик, без проблем пролетает такую высоту. Так что, если в доме присутствуют пороги, такой пылесос вам подойдет. Переходим тестом к уборке. Комната у нас за вычетом мебели примерно 13 метров квадратных. Запускаем первое знакомство нашего помощника. Поехал аккуратно, уверенно и сразу начал строить карту помещения. Мне понравилось, как он объезжает препятствия, дружит со шторами и углами. Также очень аккуратно робот справился с ножками стола. По кругу проехал, все вычистил, молодец. Поехал аккуратно, все вычистил. Теперь то, чего я не ожидал, оказывается, в небольших помещениях робот убирает решеткой комнату. Проходит, так сказать, два раза горизонтально и вертикально. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Уборка на 99,9% получается без пропусков. Но с другой стороны, увеличивается в два раза время уборки. На 13 квадратов ушло 22 минуты. И отображается общая площадь уже не 14, а 28 квадратов. Аккумулятора даже в таком режиме хватит на 100 квадратов без проблем. Даже если робот не успеет убрать, он поедет покушать тока, а потом вернется, чтобы завершить уборку. Второй раз я запустил еще раз уборку, снова те же результаты. Практически 22 минуты и 28 метров отображается. Один вопрос всегда в голове. Где роботы находят столько мусора? Ну серьезно. Ощущение, что сами там внутри производят потихоньку. Всегда насобирают всякой нечисти. Вот убирал же вчера и опять в контейнере мусор. Я думаю, вы тут теперь наглядно и понимаете, что робот какой-то странный, перевернутый, в отличие от того же Xiaomi. Приходится вынимать контейнер от стены. Ну да ладно. Влажная уборка прошла без сюрпризов. Контейнер с водой ставим сверху, а снизу надеваем площадку с тряпкой. С нижней части там же расположены форсунки для подачи воды. Самопроизвольно вода не подается. И можно не бояться лужи под роботом. На карте в процессе уборки добавилась елочка по периметру. Увлажнение стояло на максимум. Полы просто, ребят, сияют после такой уборки. Четыре раза пылесосил и еще дважды помыл. После рампы на тряпку насобирал много древесных стружек. А, кстати, ребят, о рампе. Вы только вот посмотрите, что это черное чудо вытворяет. В прошлом обзоре робота-пылесоса бренда Medea, он вообще у нас не смог заехать на рампу. Мощности моторов и высоты колес не хватило. А вот эта вот лютая зверюга заскочила, начала буксовать как сумасшедшая, но продолжала карабкаться кверху. И это первый робот-пылесос за последние годы. Который смог заехать на стол. Я сам был в шоке. Мощности здесь за глаза. Так что мотор установлен с большим запасом. Лютая зверюга машина. Соответственно, уборка ковровых покрытий тоже для него не проблема. Ездит по ковру хорошо, убирает тоже. Софт работает нормально, но в самом роботе слабая антенна для Wi-Fi. Поэтому, если у вас роутер далеко, могут быть проблемы со связью. Даже с моим мощным роутером были провалы в соединении. В целом, приложение функциональное. Есть виртуальные стены, разделение площади на комнаты, уборка локаций, пульт дистанционного управления, запретные зоны и так далее. Русского голосового ассистанса нет. Только английский. И это второй минус. Цена пылесоса средняя 270 долларов. И для таких возможностей вполне она адекватная, честно вам скажу. Лидар есть, мощность отличная, карты строит, убирает даже слишком хорошо и долго. В общем, вполне себе может существовать на рынке. Минусы есть. Идеального ничего нет. И говорю я, как есть. Если вас заинтересовала данная модель, протестированная уже после обзора, заходите к нам в инстаграм беллстор.юа, приобретайте со скидкой. Там есть много разных товаров, включая эксклюзивные новинки. На этом не прощаюсь. Впереди у нас много всего интересного, полезного и не совсем. Отписывайтесь, чтобы все пропустить.